котятки мои всем привет мы с вами не виделись почти два месяца только быстро время летит я сейчас приехала на маникюр сегодня у нас понедельник 16 число и на улице по моему минус 8 но я так посмотрела по моему минус 8 посмотрите как у нас все заснежена морозно я кстати иду еще даже в осенних сапожках зимний еще даже не доставала как-то и не подумала хожу хожу надо будет сегодня уже зимнюю обувь доставать скажу честно снимать ничего очень тяжело я в общем то практически каждый день сейчас заставляю себя вставать идти на работу что-то делать вот но вы мне много пиши пишите я стараюсь всем отвечать его цапе и вконтакте так что не знаю какой сегодня получится видео и на один ли день и вообще выйдет это видео или нет если честно я не знаю на самом деле тяжело даже очень постараюсь пока не думать об этом сын сказал мам давай иди и делай вот я иду и делаю с мы дрожат руки если честно так что уж не обессудьте за это видео такое ощущение как будто я камеру взяла впервые про папу я потом вам в следующем видео все расскажу потому что для меня сейчас это каждое упоминание это слезы и это очень тяжело скажу его вот ну а сейчас у нас дела поэтому я иду на маникюр я кое-что задумала какой сделать последний маникюр я делала 19 октября вот и сейчас иду на новый маникюр задумала и один а что из этого получится я уже покажу потом я уже в салоне у светочки показываю маникюр который я делала почти месяц назад так вот он выглядел что-то меня тогда на темное потянуло ну да и не мудрено сейчас я решила все-таки сделать белый показала свете что хочу она горит на все давай сделаем души ка все по отрастало и сейчас начнется волшебство все прошел час и вот такая красота у меня получилось на ноготочках беленький как я и хотела и плюс камушки мои любимые сейчас за что магазин и сети давно здесь не было здесь у нас новый стенд и вам и за их появился раньше можно было только через интернет купить эту косметику сейчас смотрю прям нашим или сети недалеко от дома не правда ничем никогда не пользовалась от этой фирмы поэтому даже не знаю надо будет как-то отзывы посмотреть то принципе у меня все есть вот так прям стенд такой интересный так что девочки кто с красноярска его мозаик есть магазина хэль сити еще увидела что у нас много продают прям корейской косметики теперь стенд есть тоже раньше не было вот мой любимый д-опрос но здесь он стоит аж 409 рублей фирма очень классная корейская что у нас тут еще всякие крема для руки есть точнее крем керасис шампунь и есть много интересного будет как-то зайти хотя у меня косметики много поэтому так так же кому нужно пожалуйста в льсити есть еще и корейская косметика внутри елизавета здесь есть что у нас тут кремчики и сыворотка тонер есть вот от коллаген есть тоже крем для лица и пенка для умывания но это отлично раньше не было нас корейской косметики здесь приехала я уже с магазина у нас тут как всегда наша принцесса она просто любительница лежать именно на сушилке мы здесь и постелили пледик и вот она всегда здесь валяется у нас дома хорошая моя девочка эта девочка целый месяц хотела кота она так орала я думала нервов не хватит ни у меня ни у нее вот сегодня уже третий день когда она кота не просит ну так иногда подмявкивает но в остальном уже вроде как успокоилась ой злая какая покажу что я купила в магазине льсити брала только то что мне необходимо взяла дезодорант фан по акции 109 рублей закончились у меня практически все бальзамы для волос именно маски и взяла я вот такую такой бальзам для всех типов волос технология какая-то пока восстановление от витекс белорусский 189 рублей с кератином с протеинами кашемира не знаю посмотрим что и как в общем открыла понюхала ну запах такой средненький хотелось бы маленько повкуснее аромат так и взяла две новых пасты это новиночки у них вот это вот паста там прям на ценнике было написано паста для девушек а вот кстати написано паста для девушек взяла себе земляничный смузи без сторон там еще была какая-то молочная но я решила взять вот такую по 149 рублей это производители россия москва и сама паста розового цвета такой маленькая химозный клубника и земляника отдает а сыну купила паста так и называется для мужчин так сейчас покажу брутальный а бунтарский ром там вообще много разных было виски еще что-то там ответьте зубная паста для мужчин тоже 149 рублей вот для сына паста ему тоже аромат понравился прям знаете ром ром такой и еще в сентябре сожалению не успела и тогда снять свои покупочки в конце сентября я также была в иль сити и вот повторила и покупку для так это для чего у нас для ресниц до от эвелин сыворотка но все ее знают и вот такую тушь я себе купила вот уже пользуюсь ей тоже от эвелин так ну в общем могу сказать что тушь неплохая она не осыпается вот так девчонки называется extension волю потрясающий эффект push up десятикратный объем в общем нормальная такая не могу сказать что от нее ресницы прям вау но нормальная тушь стоила она что-то около 300 рублей кстати еще зашла фикс прайс экспрессе тоже не стала там сильно нигде ходить брала уже вот только то что нужно вытащила все с пакета кошки как обычно вот такой феликс кстати последнее время на у нас что-то плохо ест и кошка у нас болела сильно мы и возили вид клинику потом тоже расскажу что с ней было себе взяла гель для стирки для черного белья велор по моим по 55 рублей еще для кошки вот такой феликс взяла так сын попросил чай купить купила вот такой ты с ему и маме взяла мама просила гель для стирки для цветного для черного по 99 рублей в общем взяла это токс все больше ничего не брала потому что с финансами сейчас очень туго и беру только то что вот прям необходимо новинок как таковых я не увидела думаю кто смотрит про фикс прайс про обзоры у нас много чего нет или скорее всего это все уже раскупили в общем вот такие у меня были новиночки фикс прайсе я потратила по моему 300 с чем-то рублей котятки всем доброе утро сегодня у нас вторник 17 число я спала всего несколько часов сегодня встала с утра пораньше папе сегодня 40 дней 40 дней уже как нету папы и сейчас мы собираемся на кладбище я сама поеду а мама поедет стане и с мужем моей сестры на машине но кладбище у нас как бы недалеко находится поэтому чтобы они за мной не заезжали я поеду сама конечно сегодня вообще тяжелый такой день я даже не знаю как его назвать не верю вообще не верю думаю что папка куда-то уехал мама говорит я жду его с работы мне кажется что он куда-то уехал и сегодня думал что папка мне хотя бы приснится но нет папа сегодня мне не снился буквально вот пару дней назад он не снился я спросила как у него дела он сказал да все нормально и я ему сказала пап ты бы сделал узи сердца и я проснулась и прям так отчетливо его видела вот ну после кладбища мы к маме поедем тоже купили все на стол помянем нашего папку тяжело ребята настолько тяжело и вчера опять на ревелась понятно сегодня краситься не стала да я вообще последнее время стараюсь не краситься вот что на работу хожу так я ресницы так подкрашиваю маленько и все а так вообще ничего не хочется я уже если честно в квартире ты не убиралась наверно больше месяца мне такой завал дома просто руки ни к чему не держат вообще ни к чему сын сейчас учится у них зум должен был быть но им вот преподаватель выслал задание поэтому жене сейчас с нами на кладбище не поедет а потом он как задание выполнит он уже сам приедет потом к бабе ну к моей маме домой к родителям к моим вот ладно ребятки поехала я все мы уже приехали и хочу показать вам маминого нового питомца вот такое вот чудо у нас здесь как его хоть зовут-то ой марсель чудик ты посмотри хоть такого котенка мама взяла но это точнее сестра моя это уличный у нас котеночек и вот мама говорит я его себе возьму и вот взяли вот такого марсельку мы надо хоть посмотри чудо ты в перьях у него глаза такие в кучу да но он очень ласковый котенок он мурлычет с бабой ложится спит а мурлычет как трактор да марселька ну ты мой сладкий у него личико похоже мордочка на лисеночка похожа такая и глазки у него в кучу классный ну да я же была уже у бабы приходили да у него глаза просто в кучу ну он такой как лисенок очень хороший какой очень хороший глазки в кучу у него все мои хорошие мы уже будем садиться за стол упоминать папочку но сами понимаете на самом деле день тяжелый очень тяжелый побыли на кладбище постояли поплакали и знаете у меня сейчас к вам единственная просьба я очень вас прошу берегите себя берегите своих близких если ваши родители ваши любимые рядом с вами просто обнимите скажите как вы их любите не стесняйтесь обязательно это сделайте я знаю что не все могут выражать свои чувства я тоже такой человек если ваши родители сейчас где-то очень далеко обязательно позвоните просто узнаете как у них дела просто скажите что вы их любите чтобы потом не было поздно чтобы потом не было мучительно больно от того что вы когда-то не успели сказать добрые слова обнимите своих если ваши родители уже далеко от вас очень мои хорошие любите цените цените каждую минутку рядом с любимыми рядом с детьми рядом с родителями просто цените каждую минуту каждую секундочку каждый звонок каждый взгляд каждое объятие каждое слово и я всем вам желаю здоровья ребят очень тяжело говорить я просто хочу сказать чтобы вы на самом деле любили жизнь и ценили эту жизнь всех люблю всех целую ваша лена пока пока